Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем наш главный семинар. Тематика вам известная. Весенние заботы и живоподные. В чем? Тема достаточно широкая, поэтому дает всем возможность задавать другие вопросы. И зима, и понятно, что сейчас ближе к весне и к зиме. Сложная пора для многих столкнуться с определенными трудностями и ясностями. Поэтому вот давайте соберемся и у кого есть хорошие рекомендации, и вытаете круг, как всегда, отначков обозначается, но никого не лишают возможности. Он не долго говорится, а толково говорится, что же самое. Я, как всегда, традиционно отниму у вас минут 20 на информацию в общем порядке. А потом будет наш семинар ввести у Сергея Ивановича Лицко, первый записатель управления. Он его готовил, он будет выучить. Почему так? Потому что докладка получилась как раз в семинар, где через несколько дней надо сдавать в издании очередной журнал, который родился за этот год. Тому было тяжело быть, то есть были и учетали его обязанности. Первое. Были по дипломам и граммам. Значит, все участники Белорусской басеки в 2015, которые нарождены дипломом, были в часы переручены. Это пять дипломов. Вот, если в семье здесь есть. И так же все главауреаты инструкторского конкуса учили его в 2015. Сторон три человеку вручили. А все участники, которые участвовали в конкусе, подтверждаются граммой. Но шестьдесят человек, если вы сюда станете вызывать, мы заберем все время. Поэтому мы договоримся, что в конце просто подходите и сюда к столу и берите в свои враги. Да, спасибо. Ну, дальше следующий вопрос. Я, как всегда, плачусь о нашем тяжелом финансовом положении. Средственно, вы их не видите и не видите. Но вам я хочу сказать еще раз, что по крайней мере, тем, кто чувствует себя связанным с судьбой Рого-Петербургского шагового союза, что выступает тяжелейшим положением. Я вчера был буквально две часа в министерстве совещания. Это отдельный вопрос. Но когда я заявил, что равных наше МГО в Белоруссии нет, то уже поверили, потому что мы все время шли в поведении. Сейчас, на сегодняшний день, у нас восемьсот восемьдесят человек. А я вам закрою отчет в Министерстве юстиции. Первого марта каждый выдает отчет, что мы сделали. Ну, что сделали? Мы даем. В основном, это восемьсот восемьдесят человек, которые получили приветы. Но, увы, половину из них запомнили, что надо платить у нас. Поэтому сложилось тяжелое положение. Штаб наш, это вот бухгалтер, долл. С зарплатой по штабу мы списываем два миллиона. Ну, приблизительно в долл. Ну, вот так и работает. Больше никого нет, нам нужен бухгалтер, с тем, кто мне сейчас не готовит. И мы все помните. И мы все. Мы очень плохо себя чувствуем. Достаточно сказать, что многие организации общественные, наши неудачные учебоводные, голлорусские прокрещают свое существование. И мы знаем, что Голловский клуб, то есть клуб «Голловский ученый», там тоже собирается протестить в 15 человек, Я хочу сейчас говорить по журнале «Белорусский чаряк». К сожалению, вот эти разговоры, что мы победили, они тоже не влияют, что наша зарплата упала, пенсия упала, но сравниваем с чужой футюрой с долларом, они привели к тому, что и подписка упала. Вот я вам вновьтесь, значит, с полугодия подписка журнала составила 56 миллионов рублей. Это нам, главка штамм перечислил, 56 миллионов рублей. На 3 журналах, даже того формата и лица такого формата, 3 журнала «Квартал» в заковыводе – это 3 по 15,45. 6 месяцев почти по 3 миллиона набора, числая зарплата бухгалтеру и аренда офиса, причем офис мы арендуем 1 евро за квадратный метр. За стенкой сдается, как офис, по 12 евро за квадратный метр. С нас еще счастящее будет лучше. Также надо платить за верстку. В другие расходы потребуется порядка 70 миллионов рублей. А у нас есть только 56. Вот здесь не трудно высчитать, какой дефицит финансовый средств. Ну, дальше, посмотрите сами. Последний журнал. Мы от журнала доложили 10 или 11 миллионов у РОО «Белорусский пчеловод». И мы уже снимаем взносы для того, чтобы оплачивать журнал. То есть в течение года мы 2 раза по 10 миллионов взносами доплачивали, чтобы издать журнал. И сами понимаете, что такое положение абсолютно неприемлемо, и оно длиться не может. Бесконечно. Поэтому наверняка это решение. Сегодня я после нашего семинара прошу всех членов управления станцией. И будем на эту тему говорить. У нас есть на Великану Сокровому Годи. Я не получился работодцем. Но по штампам на журнал в 2 месяца. Видимо, он опять вернулся журнал в 2 месяца. Если найдутся инициативные люди и созданут какую-то помощь. Но я не знаю, чем надо заниматься подпиской. Мы заплатили в почте 180 тысяч и нам дали по всем районам страны. У нас есть районы, где вообще в районе нет подписки ни на один журнал. Что-то о чем-то говорим. Это говорит об уровне, культуре и самописке. Вот не только исповедование, а и вообще в отношении пчелового сна. Если мы не сдвинем эту глыбу завершенную с места, значит, брошет нам цена и нашей работе, и мы уже дальше что-то дальше делаем. У нас на первый номер журнала подписалось 619 человек. На второй номер, который будет в апреле – 527, а на третьем номер, который будет в конце июня – 452. Уступается на движение, а приходит лето. Многие сказали, что я уважаю на природу, на пасеку и вообще ничего не имею. То есть, вот я вам говорю, объясняю. То есть, у них такая возможность есть. Мы, если не сдвинемся, значит, журнал может вообще быть… Ну, мы не закатили его. Прикатить свое существо. Это деньги, а еще трудность в том, что все-таки многие пчеловоды просто, умея даже что сказать, не пишут ничего журналом. Стать на путь, брать и заполнять страницы журнала интернетными этими страницами – это, ну, можно один-два раза взять. Но нам, в принципе, важно в своем журнале, в нашем, на русском, в чем, в том, в нашем. Чтобы мы смотрели, учились и свою кучу воздвигали. Это я не с такими правилами. По взносам я говорить не буду. Пока мы еще не очень переработали, будем принимать какие-то деньги. Единственное, еще, могу сказать, это кратко, потому что, мы тоже приняли обсуждение, что мы могли бы как-то финансовые потери. То есть, финансы наши поправить организацию продажа меда на ярмарках или каких-то приемных способах. Наши поставки за границ. Вчера мы посидимаем, что было много разговаривать. Вот, естественно. Но, к сожалению, к сожалению, и в составе управления, и в моем ближайшем окружении, с кем я работаю, нет сегодня людей и желающих, и, в общем-то, имеющих возможность взяться за организацию яркого. мы упустили, давно упустили, да не будем. Которые пчеловодственные имеют отношение, что перепродают мед, наполняют нашу страну или рынок медом, и самым лучшим качеством, и получают большим тормах. А организации пчеловодные, которые в жизни делали много нитил пчеловодов, и технологий, медляй, и вороков, и показывают, значит, с этого они вообще не имеют нищество. Мне просто следует говорить, что мы жили-жили-жили, и тут в этом стороне без журнала ставим все. Поэтому, если в связи вас есть активный бизнесмен, желающий, значит, вот, организовать продажу меда, какой-то мужский корпоратив, и мы начинали клуб «Большой мед» сделать со взносами капитул, это активный разговор. Он получит всегда полную поддержку правления проуглорусской психологии и полную поддержку союза хорошего человека. Извините меня в большинстве у нас. Вначале я, как и даровавцы, то есть, говорю вам, передаю видение этого уважаемого народа.